Всем привет! Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира SpaceEngine. Ну а перед началом нового путешествия, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам канала за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! В данном ролике мы с вами побываем в интересных двух местах нашей Вселенной, которые мне давно советовали посетить любители космоса, подписчики нашего канала. Итак, представляю вашему вниманию. Первое. Наше путешествие сегодня будет в туманности Папис-А. Это остаток сверхновой. Итак, давайте узнаем, во-первых, сколько расстояния от данной сверхновой до нашей планеты Земля. Так... Расстояние... Семь тысяч световых лет. Это большое расстояние. Очень огромное, я бы даже сказал. Да, если что, это все находится в нашей галактике Млечный Путь. Конечно, такие красоты Вселенной мы с вами никогда не увидим и не рассмотрим через бинокль, через обычный любительский, либо профессиональный телескоп. Но хотя бы с помощью программы симулятора Space Engine мы можем открыть много новых интересных видов и узнать тайны космоса, что он хранит в себе. Давайте, наверное, я вам маленько расскажу, что представляют из себя сверхновые, если вы не знаете, это явления. То есть вспышка, сверхновая звезда или вспышка сверхновой, явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4-8 порядков на 10-20 звездных величин. В последующем сравнительно медленным затуханием вспышки является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции звезд. Нашу звезду Солнца, возможно, тоже это ждет, но не факт. Никто точно не может сказать, как умрет наше Солнце. Так, в центре, кстати, по-моему, должна быть, сколько вроде бы мне известно, нейтронная звезда. Нет, здесь красный карлик. Ага, я понял. Возможно, вот этот красный карлик. Это получается, хотя нет. Красный карлик после взрыва, после взрыва звезды, красный карлик не может образоваться. Может образоваться, по-моему, только нейтронная звезда. Но каким-то чудом здесь остался красный карлик. Такс, а что по планетам? А, вот нейтронная звезда. Все, нейтронная звезда. И давайте, собственно, перелетим к ней. Да, именно, именно вот этот выброс, этот выброс всей массивной энергии, это результат взрыва вот этой звезды. Когда-то звезды, я бы даже сказал. Планеты почему-то здесь остались. А у нейтронной звезды даже есть еще... Смотрите, звезда... Сосед красный карлик. Возможно, возможно, это образование новой звезды. Потому что мне сначала показалось, что вроде как после такого массивного взрыва планеты вокруг бывшей звезды могут остаться. Мне кажется, их просто бы уничтожило. Так, ладно, хорошо. Возможно, это уже образование новой звезды. Ведь мы знаем, когда умирают звезды, образуются новые. Ведь они выплескивают огромную массу энергии. Энергия, пыли, газа, и все это по-новой перерождает... Перерождается в новые звезды. Дают новую жизнь. Так, ну что же. Давайте посмотрим, кто у нас поданы. В звезде красный карлик, собственно. И планеты. Мы имеем пять планет. Криогенный Мега-Нептун. Криогенный Мини-Нептун. Криогенный Нептун. Криогенная пустыня-аквария. И еще два газовых гиганта. Ну, вот к этой планете РС-84-96. Криогенная пустыня-аквария. Можно слетать. Температура минус 228 градусов. А мне показалось еще, кстати, возможно, вы не заметили, что... Так, давайте приблизимся к нейтронной звезде. Как будто бы это даже идет превращение в черную дыру. Не знаю, может я где-то что-то ошибаюсь. Пишите свои догадки по этому поводу. Кстати, всплески сверхновых можно увидеть нашей планеты Земля. Потому что данные вспышки, еще раз повторюсь, они выделяют огромное количество энергии и света. Даже на большом расстоянии можно увидеть вспышку. Потому что, насколько я знаю, поправьте в комментариях, в 1084 году была вспышка сверхновой, то есть крабовидной туманности, которую мы все с вами знаем. В течение двух недель, по-моему, даже днем, был заметен такое белое пятнышко, знаете, на небе. Не скажу, что это смотрелось, как свет еще солнца. Представляете, если на таком расстоянии, как мы сейчас смотрим, произойдет сверхновый. Нас убьет просто таким мощным зарядом энергия. Кому интересно, можете посетить Space Engine Puppies A и рассмотреть все ее величие. Ну что же, давайте переместимся к следующему нашему объекту. Добро пожаловать на еще одну интересную и красивую туманность. Многие, наверное, о ней уже когда-то где-то слышали и знают. Это туманность под названием Абель-70. Посмотрите, это выглядит, как будто мыльный пузырь. Большой мыльный пузырь, запущенный в космос. Находится это на границе. Вернее, даже я бы сказал, за границей нашего Млечного Пути. За ее горизонтами. Отсюда отчетливо видно галактику Амарамеду, галактику-треугольник. И на фоне вот такой прекрасный мыльный пузырь Абель-70. Скажу сразу, что это, да, это планетарная туманность, расположенная в 13,5, возможно, 20 тысячах световых лет от Земли в созвездие Акила. И, кстати, говорят, как говорят ученые, что вот этот объект приближается к Земле со скоростью 79 километров в секунду и расширяется на 38 километров в секунду. Смотрите, какой прекрасный, красивый мыльный пузырь, как я его назвал. В сердцевине, наверное, также находится нейтронная звезда. Не знаю, сейчас посмотрим. Чувствую себя сейчас в каком-то замкнутом пространстве. Да, совершенно верно. Подождите, нейтронная звезда, белый карлик. Почему белый карлик? Ну, по идее, вообще здесь как бы должна быть нейтронная звезда, как мне кажется. Имеет данная туманность три газовых, данная звезда три газовых гиганта. Есть еще звезда, оранжевый карлик, звезда РС-8496. Имеет две горячие планеты. Планета очень близко расположена к родительской звезде. То есть, можно представить, что это был бы Меркурий на данной звезде. Хорошо. Ну и, собственно, мы имеем еще четыре планеты. Это Криогенная озерная Супераквария. Температура минус 212 на поверхности, наверное, реки из жидкого метана. Было бы здорово, если бы здесь была бы планета какая-нибудь с терраформингом. Скажем так, была бы жизнь. Отсюда бы открывались впечатляющие, на мой взгляд, виды. Давайте замедлим, замедлим скорость, опускаемся. Давление начинает, по-моему, расти. Скука давления. Атмосферное давление на 31. Не так уж и много, я бы даже сказал. Тяготение 2G. Ну, здесь бы ты бы, конечно, веселого в два раза больше, наверное, я думаю. А где же впечатляющий вид? Красивый вид даже, я бы сказал, на мыльный пузырь. Ночью, наверное, здесь прекрасно открывается вид. На галактику Млечный Путь. И, собственно, на туманность. Давайте попробуем промотать время. Надеюсь, планета не захвачена приливной силой звезды, да? Или, как правильно сказать, я, наверное, сейчас ошибаюсь немножечко. Сорян. Не ругайтесь. Так, по-моему, да, здесь солнечные сутки бесконечны. Но, во всяком случае, здорово наблюдать на данной планете. Хоть здесь и холодно. Течет, текут реки из жидкого метана. Замерзший углекислый газ везде на поверхности в виде снега. Наблюдать здесь классно, конечно, двойную звездную систему. Так, давайте попробуем переместиться на ночную тогда сторону. Так. Хотя, вроде бы, вращение мы видим даже вращение планеты. Итак, мы где-то на поверхности. Туманности, как с... Такой, ну... Её самой... Вот этих цветов её розовых, синих я не наблюдаю. Всё просто какая-то дымка. Может быть, атмосфера планеты так не передаёт. Я не знаю. Ну, вроде бы, да, туманность не очень... Имеет такой яркий какой-то вид. Но всё равно здесь бы... Открывались впечатляющие виды. Это 100%. Криогена безвоздушная мини-терра. Ух ты! Посмотрите, как... Подождите. Это карликовая планета, во-первых. Во-вторых, она имеет две луны. И посмотрите, как близко эти луны расположены. Это астероиды, собственно. Да, это астероиды. Карликовая луна. Так, диаметр... Сколько у неё диаметр? 77 километров. Давайте, если бы... Мы бы стояли на поверхности. Данной луны, сколько у нас расстояние получается до... ...тамой планеты. Так. Расстояние почему-то мне здесь... ...не указано. Так. Карликовая планета. А, я просто не могу, потому что... ...попасть. Прицелом на планету. Посмотрите, как ложится тень. Так, ну-ка, давайте. Ну, я думаю, что здесь расстояние примерно 100 километров. Будущее данного астероида, данной карликовой луны, предрешено... Сами понимаете, что будет... ...иё просто разорвёт гравитационной силой... ...вот этого... ...вот этой... ...карликовой планеты. Хотя, могу я ошибаться. ...вот такие, ребята, удивительные места в нашей солнечной... ...солнечной системе, хотел сказать. В нашей галактике, Млечный Путь и в нашей Вселенной существуют. Наверное, каждый из вас мечтал бы купить билет в один конец, да? Я бы даже выразился. В бесконечность. Бесконечность. Чтобы остаток своей жизни провести... ...вот таких дальних... ...в краях нашей Вселенной. И открыть для себя много нового. Друзья, сразу скажу, что... ...мой контент несёт чисто развлекательный. Ну... ...и чуть-чуть... ...научный. Ну что же. Надеюсь, данная серия вам понравилась. Всем, кому понравилось, обязательно... ...палец вверх, подписка на канал. Жмите колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. И помните, друзья, что космос и Вселенная... ...бесконечны. И мы только начинаем своё путешествие в нём. Всем пока. Новых открытий. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ... ...